Антарова Минпромторг внезапно вот как бы раскрыла свои очи и жалуются, что значит международные перевозчики саботируют поставки российской продукции. Да что ты, Мантуров, они видимо этого и добиваются вообще-то. В настоящее время, говорит Минпромторг, значит некоторые иностранные логистические компании отказываются перевозить российские грузы. В настоящее время фиксируются сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков. Трудности также вызывает запрет Евросоюза на въезд грузовиков с российскими номерами и отказ страховщиков из Европы покрыть риски для машин из ЕС. В России уже, с Россией уже разорвали сотрудничество европейские логистические операторы. Датская компания Майерск, специализирующаяся на морских грузах, еще одна датская компания DSV, предоставляющая услуги автомобильного, воздушного и железнодорожного транспорта, а также немецкая компания. Слушай, ну это просто какая-то вот провозглашение вот каких-то очевидных вещей, которые вот возведены в какие-то жалобы, мне кажется. Да нет, Мантуров в очередной раз пытается сделать дураками всех граждан, которые это прочитают, рассчитывают, что в эту чушь кто-то поверит. Ну, по-моему, очевидно абсолютно, что Мантуров, как один из руководителей правительства, министр целый, блин, еще и промышленности и торговли нашей страны, одно из ключевых, важнейших ведомств. Понятно же, что он знает, что такое санкция, он знает, в связи с чем возникает такой конфликт на рынке, да, дефицит и отсутствие вот этих логистических возможностей. Он прекрасно понимает, что это никакой не саботаж, это не какие-то подковерные вещи. Да, саботаж это что такое? Это какие-то все равно более-менее прикрытые, да, втихую производимые вещи, которые потом выплескиваются в большую проблему. Здесь же международные логистические транспортные компании открыто заявили об этом. Если Мантуров не знает, ну это еще хуже, да, того представления, что мы о нем имеем, да, прикидываться дурачком, конечно, можно, это лучше, чем, наверное, предателем или негодяем, или там еще хуже, да, там каких-нибудь обвинений в коррупции, там и так далее. Конечно, может быть, с этой точки зрения он пытается примерить на себя новый образ, но с него это не снимет ответственности за то, что он сделал за предыдущий период, а сделал он ясные очевидные вещи. На нем лежала возможность организации всех этих экономических связей, создания отечественной промышленности, которая, в свою очередь, неизбежно потянула бы создание, в том числе, производства всех этих логистических цепочек. Понятно, что есть Минтранс, и у них там своя кухня, но есть межведомственное взаимодействие. Есть ответственность правительства целиком. И когда он говорит, а, это саботаж, ой, как же так получилось, слушайте, да у вас за два месяца, вы что сделали? Вы за последние два месяца какие приняли реформы, чтобы этого избежать? Я вообще ни о какой реформе не знаю. Вы, может быть, в бюджет внесли корректировки, у вас профицит, как я уже сказал, на запланирование. 22-й год был полтора триллиона. А сейчас в связи с космическим ростом цен на нефть, он вообще просто колоссальный. Вы из этой громадной кучи денег, вместо того, чтобы олигархам это отдать, что внесли-то? Какие дельные предложения, чтобы эту ситуацию исправить? Я просто об этом не слышал, а я этими вещами занимаюсь профессионально. То есть, иными словами, Мантуров пытается переложить свою вину на нечистых, на руку, нечестных международных перевозчиков. У нас же должна быть суверенность, мы должны быть независимы, нам не должны диктовать условия какие-то там международные перевозчики. У нас должно было быть чем ответить, если нечем ответить. Вот скамья подсудимых, давайте, пожалуйста, перед судом присяжных, не судьей, его должны, конечно, безусловно, оценивать суд присяжных, народный суд, как говорится. И там расскажете, какие вам действия были предприняты. Не в плане личного обогащения, не в плане, чтобы маме домик приобрести за 5 миллиардов рублей, а для народа, чтобы было сделано. В целом, да, что Мантуров до нас пытается донести, что есть большая проблема в логистике, что есть проблема на уровне даже тех государств, которые хотят с нами сотрудничать. То есть, иными словами, покупать российские углеводороды или, может, природные ископаемые, но нету, соответственно, возможности туда транспортировать. Мало того, что есть санкции, которые ограничивают возможность продать или, наоборот, приобрести, так есть еще и проблемы с доставками этого всего. А чтобы вы понимали, если говорить о морском транспорте, то речь идет не только о самих танкерах или каких-то кораблях для перевозок. Речь идет о страховке, которая является обязательной. Речь идет о разрешении на то, чтобы в порту разгрузиться, что тоже сейчас большие проблемы. И господин Мантуров один из людей, который за это виновен. Потому что на протяжении последних десяти лет, сколько он является министром, на минуточку, он, наверное, более десяти лет, мне кажется, он года с восьмого, может быть, плюс-минус является, или с одиннадцатого хотя бы. Да нет, наверное, с одиннадцатого, с двенадцатого он является министром. Но не суть важна. Но импортозамещение осталось на нуле. А этот человек министр промышленности. То есть, если говорить о импортозамещениях, созданиях отечественных производств, которые заместят потребности в иностранных каких-то продукциях, благах, он не продвинулся ни на шаг. Мало того, за эти десять лет у России есть статистика по закрытию, по банкротству, по уничтожению, в том числе, советских производств, которые наладом дышат, не имеют там серьезного обновления основных фондов, но, тем не менее, были на плаву. Этот человек внес большой вклад, чтобы они отправились, как говорится, в небытие, как и вся советская промышленность.